Все равно тебе хочется кричать «ЦСКА давай забей три голова рот свиней». Это пиздец. Да. Ну, это не передать. Нет, я не знаю другое русское слово, как подобрать. И пока Верблым расписывался на футболке, увидел спину Слуцкого и просто нарисовал огромные члены на спине. Ломается. И играли вообще без болельщиков. И просто тишина. И слышно весь матч, как он орет. Просто он весь матч реально орет. Он говорит, а у вас деньги на это есть? Спрашивает Зидан у Вани. Ну, конечно, есть. Он говорит, ну, тогда это фигу. Я готовлю как бог. Да ладно. Да. Два года ты со мной рядом, и ты готовишь как бог. Я даже не... А где тебе приготовлено? Вот здесь за гаражами? Ну, что я могу тут сваргать? Да он любит, будет кайфовать на озере Кома. Вот он любит озеро Кома. Вот ему нравится там любой вот этот выдеранный день. Или во Франции он мне пишет. Вот я на Лазурке гуляю. Смотри, как красиво. Монако. Все не так. Ой, все не так. Запишем программу. Программу. Почему программу? Мне не нравится слово программа. А как нравится? Шоу. Шоу. Давайте шоу запишем. Шоу, как будто еще более эпично. Не, программа это типа, что ты запрограммированное делаешь. А шоу ты хуяк. Я говорю сейчас. И въебал, стол перевернул. А-а-а-а. Тоже шоу. Да, всем привет, кстати. Это наш новый подкаст. Мы продолжаем... Что это? Это серия. Серия. Серия к двухлетию канала. Цикл передач. Цикл. Шоу. Цикл шоу. Цикл шоу. Цикл шоу, еще хуже. Цикл шоу, как это фамилия. Цикл шоу, имя. С резидентами нашего канала. Сегодня у нас с Костей Анисим. Здравствуйте. Прям так непривычно, во-первых, что я не веду что-то. И никто не аплодирует сразу, да? Нет этих людей по 500 рублей. Да, Кость, ну мы тебя, знаешь, на самом деле, мы тебя позвали не только потому, что мы там когда-то с тобой вместе много чего придумали для этого канала. Потому что Кость... Но я в подкасте Дорского. Ну, когда подкаст с Дорским был, я рассказал, что именно я спродюсировал твой приход. Это правда. Вот. А ты подавал эту историю по-другому. Нет. Опа. Нет. Ну нет, как бы, вообще, как ситуация была. Давай. Было лето 2022 года. Я был в городе Серпухов, в моем любимом городе, в котором я вырос. Я думаю, что я его еще несколько раз здесь упомяну, в этом подкасте, поэтому приготовьтесь. И я просто ехал по городу, и мне звонок от нашего друга, Саши Оленикова. Он говорит, Кость, я дал твой номер телефона, тебе будет звонить Тимур Гурская, бегемот. Но я слышал про тебя, я никогда не был там поклонником твоего творчества, ни в коменд-шоу, нигде вообще. Тебе ни к чем, наверное, через неделю, 22-го года. Ну, как говорится, перебивался от проекта к проекту, 10 лет на одном канале федеральном, на первом посетке. Вот, и ты звонишь, мне говоришь, у нас вот такая вот есть история. Я говорю, да я легко. После этого мне позвонил Иванов, я бесплатно снялся в пилоте, подчеркиваю, бесплатно. Что было первый и последний раз? Да. Нет, я всегда в пилотах, когда меня приглашают сниматься в пилоте, я говорю, я сделаю это бесплатно, если мне интересно. Если мне не интересно, я просто откажусь сразу же. Потому что я понимаю, что такая продюсерская нагрузка. Если мне интересно, я готов за 0 рублей, 0 копеек забить там на свои какие-то дела и поехать сняться. Ну, я не знал, что именно. А, была история, предыстория такая. Я звоню Севе, я говорю, Сев. Нет, нет, ты звонишь мне, мы встречаемся. Да, мы начинаем думать. И начинаем перебирать фамилии, кто мог бы помочь сделать какое-то юмористическое шоу. Ну, еще бы, чтобы кто-то со спортом. Я тебя никогда в жизни не знал, никогда не знал. Ну, в смысле, лично мы не были знакомы. Но у меня в голове сидел тот факт, что ты работал на стадионе ЦСКА, был ведущим на веб-арене. И, помимо этого, работал в Урганте. Мне нравилось всегда это шоу, я его смотрел, я тебя видел там и в кадре, и у меня был знакомый, который с тобой был знаком. И мне ассоциативно пришла твоя фамилия. Хотя я вообще не знал там. Я всегда мечтал. Я вам много народу, у кого справедливировал программу. Ну, такой теневой, видишь? Да, да. Такой теневой продюсер всей нашей, всего нашего балагана. Думайте. Да, но у меня тоже, да, видите, история с там сведением для ЦСКА, от которой я с болью там потом отказался. И как мы пересекались с огромным количеством людей в рамках там шоу «Вечерний Ургант» от Зидана там до Кристиана Карамбе. Я к Кристиану Карамбе пропускаю там Федора Смолова. Я сейчас к этому вернемся. Давай вот смотри, ты родом из Улан-Удэ. Да, родился я в Улан-Удэ. Маленьким ребенком, переехал с Ерпухов. Каким-то образом занимался футболом. Потом ты, сейчас вернем, просто быстро это перемотаем. Ты появился там капитаном команды КВН Матищи. Да, не капитаном, но игроком. Ну, игроком команды КВН. И потом, как бы, ты был соавтором сериала первого сезона «Кухня». Ну, как соавтор. Да, как это все, Кость, ну как, вот, Серпухов, ты занимался, ты любил футбол очень. У тебя там что-то, слава богу, что тебе не получилось в футболе. Ты ушел в юмор. Откуда, почему сохранилась такая страсть в футболу? Кому бы еще такое посоветовал? Кому бы еще такое посоветовал? Да, да. Ну, я думаю, что полпремьер-лиги посоветовать бы уйти из футбола скорее. А, слушай, давай так, Серпухов, 90-е, 99-е или, там, начало прям нулевых, у нас две команды на стадионе «Спартак», там есть стадион «Спартак», до сих пор недавно его отреставрировали, играл две команды. Это футбольный клуб «Серпухов», и он там в третьем дивизионе всегда шел в топе, на втором месте, по-моему, мы шли. И даже в какой-то момент из Алании выписали такого футболиста «Деркач». А, помню. Он приехал в «Серпухов», он был просто зиданом. Бог. Он выходил из центрального круга, он давал пасы, максимум, что ходил подавать угловые, точно в голову, просто человек, который не понимал, что происходит, к нему в голову прилетал мяч и залетал в ворота. И мы таким образом шли в фаворитах. И второй момент – это дубль «Динамо», который принимал почему-то именно в «Серпухово». И там у меня произошла встреча с Андреем Маршавиным, молодым, первый раз. Да, у него взяли какие-то ребята, подошли, даже взяли автограф, потому что еще не было там телефонов с камерами. Вот. А другие ребята этот автограф отняли, смели и начали играть в футбол. Это бумажка. И вот такая была старт славной карьеры Андрея. Когда он играл за дубль «Зенита», Малафеев, приезжал и Денисов, там прямо была суперкоманда. И вот для нас походы вот эти на стадион, они нас вообще, ну, заразили футболом. Плюс еще у меня есть, так скажем, кровная любовь. Мой двоюродный дедушка в Иркутске комментировал футбол. И сейчас на протяжении уже 30 с лишним лет в Иркутске проходит футбольный турнир имени Льва Перминова, где, кстати, Сипскана играл, например, чтобы тебя заинтересовать этим разговором. Нормальный разговор пошел. Сипскана там становился, как он мне говорил, опять же. Это в Иркутске, да? Это да, в Иркутске. И приезжает 60-70 любительских команд, которые прям, это прям серьезный турнир. Я какое-то время его спонсировал, отправлял туда деньги. Никогда не просил ни одного чека, ни отчет. Не знаю, на что они тратились. И вообще эти люди были. Проходил ли турнир? Может, тогда уже не проходит? Нет, он проходит. Совсем недавно, в конце августа он проходил. И если вдруг вы его смотрите, обязательно свяжитесь со мной. Я с огромным удовольствием дальше буду турнир поддерживать. Потому что мне он важен, как память. Ну, и вот так тебе врезалось. Потом ты надолго, надолго, да? Надолго. Надолго ушел в юмор. Знаешь, как было? Мы жили не очень богато. И девятый класс школы. И мама говорит, Кость, ну мы не сможем в институте твое образование потянуть никак. Давай иди куда-то ищешь. Колледж. Профессию, да. Ну, колледж. Я учился именно в ПУ. Профессиональное училище номер, я забыл даже, какой номер. 119, по-моему. Я на повара учился, я по профессии повар. Да ладно? Да, да, у меня прям есть... Помнишь что-нибудь? Конечно, я готовлю как бог. Да ладно? Да. С два года ты со мной рядом, и ты готовишь, как бог, я даже не... А где тебе приготовлено? Вот здесь за гаражами? Ну что я могу тут сваргане? Ну ничего, мы найдем кухню. Нет, я вот... Не, ну нужна проверка какая-то... Да, мы запишем кусок потом, мы придем в каком-нибудь ресторан, я много ресторанов где знаю, где нам, где тебя подпустят кухня. У меня нет санитарной книжки, мало ли, может, у меня... Ничего, разберем. Как он, как он, да? Отмазывается. Да, пытается съехать, но это не получится. Не, ну просто в следующий четверг ты приносишь блюдо, который приготовил, и сейчас будет, сейчас будет... Шакшу, или как она называется? Шакшука. Шакшуша, это... Ты у кого-то так записан в телефоне, я уверен, после караокки твоего Арбата Роял. И... Шакшуша. И, значит, я отучился на повару в Серпухове, и решил поступать в институт дальше, потому что хотел быть шеф-поваром, и волею судеб я поступил в институт в поселке Тарасовка. Прикинь, я учился просто... Ну ты должен был болеть за Спартак тогда? А ты потомственный конь? Я не то, что потомственный, мой, наверное, самый первый любимый футбольный клуб был Ювентус, потому что как-то вот Италия, вот как-то это все Лига Чемпионов, которая утром шла в повторах, если кто помнит, такое на российском телевидении. Ну, в общем, как-то поучился в какое-то время в Тарасовке, но буквально на вторую неделю обучения я пришел, сказал, я хочу играть в КВН, скорее всего, а не на повара учиться. И вот в институте я начал играть в КВН, и потом вот этот вот ресерч авторов привел меня сначала в Камеди, я был у Гавра, автором, у Гавра. Гавра теперь великий продюсер канала ОКО, да? Да, Гавру привет. В целом чувствуется. Он разглядел во мне. Нет, я с огромной... с романтикой и теплотой вспоминаю. И уже после каких-то первых телевизионных опытов, после премьер-лиги, меня пригласили в Yellow, Black & White. Ого! Вот. Это была очень-очень маленькая компания, которая снимала даже полуэтажа, по-моему. А теперь они одни из главных сериальщиков, держателей сериалов, да? Сериалы, кино, там, миллиардные, богатыри, просто... Богатыри 11, да, да, да. Самый кассовый фильм в истории российского кинематографа. После Чебурашки. После Чебурашки. После Чебурашки. И Лубокон. Тогда извиняюсь. И вот ребята взяли меня на работу, мы делали телевизионные проекты для СТС, и в какой-то момент я попал в какой-то свой творческий кризис, а мы в этот момент разрабатывали, даже не писали, а разрабатывали сериал «Кухня». И когда я читал, ну, какие-то там первые синопсисы и так далее, я говорил, что на кухне вообще все не так происходит, ребята. Все не так, ой, все не так. А это так, как это все-таки канал СТС, там все равно должна быть доля вот этого, знаешь, сахарозы. Да, 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 приторности. Приторности должна быть. И в итоге получился успешный сериал, к которому я не имею никакого отношения, кроме, кроме респекта, который мои приятели авторы сделали мне, назвав одного из персонажей. Костя Анисимов. Костя Анисимов бармен был. Да, да. И вот, да, мне очень много прилетает. Который потом богатыря играет вот этот. Вот, да, 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 Витя Хореняка. А «Кухня» — это оригинальный сериал или адаптивный? Да. Я просто где-то как будто увидел такой же сериал, только с другими актерами. Да, это был продан уже в другие страны. То есть, как бы мы придумали «Кухня». Вот что там, мы придумали три вещи. Что, где, когда, КВН и сериал «Кухня». Ну, например, да. Я просто очень удивился, я не помню, где, может, даже где-то в Европе, включая телек, а там прям «Кухня». Прям вот один в один персонажей похожи. Только на иностранную, да? Только на другом языке. Значит, каждый год в Ваканнах проводится вот такой телефестиваль, где спокойно ты как автор приезжаешь, говоришь, вот у нас есть пакет. Это называется еще «Библия». Я не хочу никого обидеть. Ну, как герои-персонажи выглядят, какие у них там цели. Это все внутри расписано. Документы, и ты можешь спокойно это продать. А если ты, например, в какой-то стране, в которой плевали на авторское право, то можешь и украсть, собственно. Привет китайскому телевидению. Ну, и российскому участку. А они что сделали? Да нет, ну я так, я очень люблю китайское телевидение. Извините. Сразу же. Я не уверен, что смотрит Китай, иначе на просмотре сразу более бы ощутилось бы по просмотру. А это мы узнаем, когда мне визу дадут или не дадут. И не дадут, да? Хотя бы что один китайский смотрит. Прежде чем продолжим, напомню, что крайне важно подписаться на наш телеграм-канал, там много инсайдов, анонсов и вся самая свежая информация. Обязательно переходите, подписывайтесь. Мы продолжаем. Давай к вечернему Урганту. Да. Да, Урган. Потому что это культовая программа. Ну, все-таки культовая. Да, это прям реально было, ну, то есть это не просто была культовая программа, а это была программа, которая шла каждый день. Это невозможно записать вперед. Это надо записать каждый день. То есть все равно вы же делали заготовки. Мы делали какие-то консервы, если, например, мы понимали, что нам надо, там, два дня реально просто дать и команде, и ведущему выдохнуть. А. Ну, это было, я там, ну, так вот хватит за 10 лет, вот так примерно количество раз. То есть обычно это все было... Да, то есть, значит, кухня была такова, что мы записывали в 16.30 по московскому времени, а в 20.30 шел уже эфир на... На Дальний Восток, да? На Урал. А, на Урал? На Дальний Восток утром, как было. А, в повторе. Ага. И через день. Ну и вообще, ну как это, вот расскажи, что это, как это было? Это было очень крутое путешествие вообще по всему миру. То есть мы, не выходя из студии, оказались там везде. И даже сквозь призму футбола, например, посмотреть, что у нас на вторую или на третью неделю был Зидан, например, в гостях. Ну, представь сейчас любое шоу, где Зидан гость. Ну, это вообще было другое время. Тогда Зидан приезжал на какую-то акцию «Адидас». Да, кроссовки попиарили. Да, и он... Ну, сейчас это невозможно представить, да. Более того, он играл в форме сборной России в футбол. Да? То есть он вообще был... В стадионе, в Ложниках дружба, вот этот маленький такой стадион. То есть если ты сейчас будешь рассказывать поколению, которое как бы, ну, только-только вот подходит к потреблению футбольного контента, они скажут, да вы сумасшедшие. Кто у тебя, кто вообще из-за гостей было у вас в футбольных? В футбольных. Ну, вот Зидан был. Кого там только не было. Карамбео. Карамбео. Ну, понятно, что Слуцкий, Дзюба, например, приезжали твои друзья Глушаков и... Карера. Фидун. Это как раз когда они стали, когда Спартак чемпион стал в 17-м году. Да-да-да, они приезжали. Федор Смолов у нас был перед самым-самым чемпионатом мира по футболу, где мы все думали, что он будет форвардом номер один, а оказалось немножко все по-другому. Аршавин был когда-нибудь? Аршавина, по-моему, не было. Аршавин, мне почему-то вспоминается, но он был на прожекторе Пересхилла. На прожекторе, да, он был на прожекторе, потому что когда он играл в Арсенале, он был вот на прожекторе. А когда мы уже были, у него уже была история там возвращения в Зенит, Кубани и так далее и тому подобное. Я помню тот выпуск с Зиданом, потому что я тогда учился еще в школе, у меня был какой-то экзамен, и я как-то узнал время записи программы и подгадал время, приехал в отель, узнал, где живет Зидан. Сталкер. Приехал в этот отель, специально, ну, просчитав, через сколько он там будет, и поймал его, сфоткался, автографировал. Сейчас должны вот так вот. Сфотка будет, фотка будет. Подожди, а Акинфеев? Нет, подожди, подожди, давай про Зидана. Нет, я просто хочу пока общий, а потом мы выберем еще. А это, что там были все звезды русского футбола, но Зидан это отдельная история. Да, и у нас когда, если помните формат Вечернего Урганта, перед шоу показывался небольшой тизер, где Ваня предлагал Зидану российский паспорт, потому что там только что был Жерар Депардье, тоже француз, который получил российский паспорт. И он говорил, вы закончили карьеру, но вы знаете, вы в принципе даже сейчас нашу сборную украсите. И он протягивал ему паспорт, и Зидан отказывался от паспорта, и Ваня говорит, блин, так, кому еще предложить? И Зидану перевелите в шутку, он говорит, а у вас деньги на это есть, спрашивает Зидан у Вани. Ваня говорит, ну конечно есть, он говорит, ну тогда это фигу. Который готов на все, да? И у вас это осталось? Нет, это по-моему не было, это все-таки было за кадром. Костя, а Ваня французский знает? Ваня немножко знает французский, но тогда они общались по-моему через переводчика. Бразидана дожмем. Чем он тебе запомнился? Очень скромный. Со студии ничего не пропало, когда уехал? Нет, он ну прям мега скромный чувак, просто приехал, достаточно молчаливый, то есть такой, знаешь, он такой вот в себе, то есть он не шоу-офф, как, не знаю, там, как многие какие-нибудь там, не знаю, мауринью какой-нибудь, да, он такой вот сосредоточенный, у него как будто энергия внутрь идет, и даже не скажешь, что этот человек просто там всю Европу одной ногой возил 10 лет подряд. Ну да, да, да. Но были какие-нибудь, может быть, необычные просьбы? Ну, вообще, ты знаешь, я тебе так могу сказать, что когда приезжают в рамках вот таких вот рекламных компаний, то контора, которая привозит Zidane, они закрывают все его потребности. То есть на нас ложится просто минимум, начать вовремя, ну, начать вовремя и закончить вовремя, то есть все его обеспечением, всем его обеспечением занимался, видимо, российский офис Adidas или рекламная контора, все закрывали эти потребности, а мы просто собирали лавры с этого. Все, Zidane, уехал. Подожди, а вот мне просто интересна сама система. То есть Адик просто вам его привел? Да. Вы за это что-то надавали? Никогда никому в рамках шоу «Вечернего уровня» не платили ни одному гостю. И вам не платили гостю. И нам не платили. То есть как только ты берешь бабки за то, что к тебе люди пришли, ты понимаешь, что проходной двор у тебя открывается. То есть все, у кого есть условные суммы... Нам больше не брать бабки за то, чтобы там... Ну, например, да, я имею в виду. То есть если ты одного человека берешь за деньги, то почему... Ну, честно скажи, были такие намеки, что хорошо было бы там какого-то там жену, какого-то там олигарха или там девушку позвать на программу к Ване? Конечно, были намеки, но они как правило... Не то, что как правило, они вообще ни разу не реализовались. Ну, смотри, когда, например, приходил человек, который пиарит, ну, например, концерт «Дискотека 80-х», ну, наверное, вот от фонаря сейчас сказал, естественно, у него в гонорар закладывался вот этот вот приход, но это не мы платили, платили организаторы, там, рекламодатели, и так далее, которые оплачивали там приезд какой-то там легендарной звезды. Джаред Лето. Джаред Лето бесплатно приходил. Джаред Лето, кстати, очень любил и любит, я уверен, Ваню, как Джастин Тимберлейк. У вас же был Джастин Тимберлейк. Просто это прям реально было на московском концерте, и я такой, ого, вот это круто. Ну, а кто еще так запомнился, вот, Зидан, ладно, кто еще вот прямо из мегатопов, который вел себя вот причем в адеквате? Какой-то необычностью. Именно из футбиков? Не-не-не, не из футбиков, а вообще просто из всех людей. У вас же там были какие-то легендарные актеры, там, режиссеры. Ну, вот я тебе могу сказать вот одну историю, которая закрывает вообще любое... Тарантино у вас даже, по-моему, да, был? Я уж даже не помню, честно говоря. Вот, Робби Уильямс. Робби Уильямс приезжает и говорит, я хочу спеть, но не с бэндом, а со своим композитором, который все вот ему пишет. А на Урганьте хочу спеть? Да, вот все пишет. То есть жуки без жуков, или как они назывались? Фрукты. Без жуков, как они? Жуки, которые батарейку пели. Да, я вспомнил жуков, друг. И вдруг он говорит, мне нужно сделать репетицию. Вы не могли бы отпустить всю съемочную группу, ну, вот как здесь сейчас сидят за камерами оператора, отпустить всю съемочную группу, я просто хочу площадку почувствовать. А у меня с ним был там сегмент, какую-то игру я готовил, а я почему-то остался один в зале. Ну, то есть пустая студия вечернего Урганта, ну, там, на бэках какие-то стоят администраторы, которые непосредственно занимаются Робби Уильямсом. Он выступает только для тебя? Да. И он мне вот так вот поет. I just wanna feel real love. Вот смотрит мне в глаза. Ну, это пиздец? Да. Ну, это не передать. Ну, нет, я не знаю другое русское слово, как подобрать. Это вот это перемешку, там, холод, дрожь, ты просто этот человек видел там по MTV в детстве, да, в этом черно-белом. Ну, да, который собирает стотысячные, двухсоттысячные концерты. Ну, вообще капец, легенда. И, по-моему, вот так вот я сижу и думаю, да, вот это, наверное, работа мечты, то, что я делаю сейчас. Вот так вот. Ну, у вас всегда были очень крутые скетчи перед началом. И я иногда удивлялся, как вообще люди на это шли. Потому что мне вот сразу, ты сейчас рассказал президента, а мне сразу вспомнился скетч Джеки Чаном. Мне кажется, сейчас бы за такое осудили, возможно. Ты знаешь, когда ты предлагаешь, особенно когда ты предлагаешь таким артистам, как Джеки Чану, это проходит там какую-то колоссальную фильтрацию. Согласование, да? Ты отправляешь агентству, которые приводят. Просто надо проговорить, что там в этом скетче Джеки Чан изображал... Строителя. Строителя, да. Да, Ваня звонок Ивану, говорит, Джеки Чан отменился как гость. Он говорит, ну как, ну мы уже все подготовили, все собрали у нас в студии, уже все, вот эфир через три минуты. И Ваня выходит, и, значит, в коридорах Останка на перекладывают плитку. Три рабочих перехал, и он одному из них хлопает по плечу, и он поворачивается, и это Джеки Чан сидит. Он говорит, братишка, ну... Замеди. Не сыграешь Джеки Чана, просто какое-то время в кадре посидеть, просто чтобы как-то людей не подводить. Он говорит, я... Ну и он по-немому отыграл. Сейчас. Так, ты не подходишь, ты не подходишь. Джеки Чана, знаешь? Джеки... Нет. Так, ладно, ну иди сюда, иди сюда, иди сюда. Ну подожди, все, иди сюда. Так, ребят, гримера дайте сейчас, Джеки Чана из него сделаем. Ну так как Джеки Чан, это супер, там, симбиоз трюкача и комика, это было идеально просто, то, что он сделал. И потом уже в зал он вышел в невероятном, там, луке, в шляпе. Он был, ну, очень красивый такой суперзвезда мирового кино. Я думаю, что больше мы такого не скоро увидим. Я думаю, что вряд ли в программу... Не, ну, даже... Человека с Борисом Корчевником придет, Джеки Чан. Ну да, это да. Или мужское, и женское, да? Но ты не рассказал, кто тебя больше всего удивил именно там своим странным поведением. То есть Робби Уильямс это вау. Джаред Лето. Расскажи. Прям Джаред Лето. Джаред Лето, я хорошо помню этот его приход. Джаред Лето, он... А просто эту программу помнишь? Эту программу, да. Он, у него, какая... Я не знаю, что у него за стиль. Я не буду диагноз ставить, но он может вот так просто... Он такой чуть-чуть гебанутый, да. Вот это его поведение. Он не любит, когда с ним контактирует... Телесно. Телесно. Это прям для него прям табу-табу. И я даже помню, когда он закончил съемку, ну, обычно артист подходит к администраторам, которые отводят в гримерку и так далее. А он просто начал бежать на пролом куда-то. И он начал как будто по Останкину вот так вот носиться немножко. А Останкино это же просто каша и каша из людей. То есть выбегает Джаред Лето, а там какие-то бабки идут на пусть говорят. А тут еще давай поженимся, фотосессия жениха происходит. Там просто какой-то безумие среди всего этого. Оказывается, Джаред Лето. И у меня вообще начинает рвать башню от того, что я вижу, как это все должно помечиться в одном вот этом вот, я не знаю, богом забытом уже, наверное, помещении, как Останкино. Ну, круто. Я хотел еще про Ваню спросить. Он дружил с Васю Уткиным. Хорошо общался. Да. Нет, давай так проговорим сначала. Я, ну, я не так близко знаю Ваню, конечно, как Костя, но учитывая, что мы, как бы, ну, я знаю много людей из его окружения, честно сказать, он не очень любит футбол, он больше любит баскетбол, он фанатит от баскетбола. То есть, Ваня реально мог полететь на матч НБА, потому что, ну, он прям реально фанатит от баскетбола. Футбол, как бы, он не фанат футбола. Ну, да, ну, и дальше вот рассказ ты про Ургина. Я просто знаю то, что, когда Вася не стало, ребята продумывали, а вот кто бы мог его заменить в эгрессе, как лицо. И им, например, всплывала такая идея, как Ургинт. Ну, это, я думаю, что надо с Иваном разговаривать, я здесь ничего сказать не могу, но я могу рассказать, что действительно Вася с теплотой относился к Ване. Он был у вас когда-нибудь? Да, он был у нас, они были вместе, Уткин и Гусев приходили. Там же такой был выпуск. И это был действительно очень такой классный, по-доброму. У меня, кстати, даже, по-моему, где-то в Запредграмме есть фотография, где я между... Уткиным и Гусев? Да, между Уткиным и Гусевым. Это, кстати, сейчас уже легендарная фотография. Да, это прям будет супер, так вспомнить я. И мы делали промо сезона «Вечерний Ургинт» в пародии рекламы, где Роналдо открытие, банк рекламы. Помните, Ваня был, значит, тоже в «Бирюзовом поло» и проговаривал «Вечерний Ургинт», а Вася своим голосом, так как он был в этой рекламе, он говорил там дату и время, когда мы стартуем. То есть мы такую вот коллаборацию... То есть у вас была коллаборация с Вася? Да, и несмотря на то, что сейчас Иван находится в таком детоксе. В подвешенном состоянии. Нет, я бы сказал, вот это состояние, детокс в своем появлении в видеопространстве. И вот когда Вася, кстати, не стало, он ровно в этот день выложил его фотографию и сказал, что у него был звонок. Они звонили друг другу буквально недавно за несколько недель до кончины Василия. И для меня вот это вот его признание и открытие, оно прям стало очень-очень таким... Ну знаешь, вот когда... Дрогатель. Это вот тот момент, почему-то опять начал переживать. Вот это невероятное, гигантское, теплое, но очень большая грусть, когда Вася ушла. Ну да, это правда. Это для очень многих людей. Удивительно, что знаешь, полгода, ну чуть больше полгода прошло, как Вася не стало. И удивительно, как разные поколения, то есть мое поколение, мы близко дружили, потому что мы практически одногодки. Допустим, там на 10 лет кто младше, там есть студенты Васины, а есть совсем молодые ребята, которые там начали смотреть медиалигу, когда Вася вас придумал, это эгресси. И, то есть, очень много поколений, как бы, и Васи не хватает. Но давайте о грустном не будем. Футбол. ЦСКА. Почему ЦСКА? С какого года ты там работал? Я работал, как раз вот у меня был год 2012, когда мы запустили «Вечерний Ургант». И год был, когда в Химках... А, нет, это был... Лужники, нет? Да, это были Лужники. Мне кажется, знаешь, еще что я вспомнил? Короче, был какой-то один матч в Лужниках. И там какой-то хороший матч. С лигой чемпионске? И там был розыгрыш, что можно было поворотом пробить в перерыве. Мне кажется, ты его вел. Да, да. И я не забил, короче, но ты мне все равно футболку подарил. А, ну, у меня их было... Пожалуйста. Я поэтому не обожал. Ничего себе, как пумы. Я вспомнил, да, просто... Да, это были Лужники. И это был как раз переход с осень... Ой, с весна-осень на... А, переходный сезон. Да, это был как раз переходный сезон, по 8 команд когда играли. Да, да, когда длинная группа была, а потом 8 команд уже... Это уже последний год Лужников играл. Да, Лужники с дорожками, вот со всей вот этой оранжевой, вот эти вот убогие, значит... Да, 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 огромные незаполняемые трибуны. Незаполняемые трибуны. Да, трибун там далеко, и ты вообще не понимаешь. У меня, кстати, там тоже с Васей была история, когда мы ждали лифт, мне нужно было забрать микрофон. И он зашел в лифт, вот так развернулся, и просто в лифте больше не оказалось места. И мне пришлось подниматься, потому что меня по времени уже поджимало бегом туда наверхоту у этих Лужников. Да, и, значит, меня просто пригласили... Я вел корпоративы, меня пригласило ЦСКА провести их корпоратив. Почему? Просто, ну, случайно, да, рандомно? Да, да, то есть агентство просто организовывало, они пригласили. И для меня это было такое, вау, это как круто. И я никогда не видел всю эту подноготную клуба. И в момент корпоратива, вот прям в момент корпоратива, Бабаев подписывал Мусу. Ага. Это, то есть, вот был его переход, и они разговаривали, он говорит, а парень известный? Он говорит, ну, этого парня давно многие клубы ведут, но мы его сейчас забираем, это вообще, типа, увидите, будет супертоп. На первых парах, я думаю... На первых парах, да, там... Ты не очень... Ну, да, электровеник такой пришел, который пришел. Ну, да, да, да. Но он был на старте прям очень странный. Странный, но вот, из-за, правда, очень быстро. Прям нереально быстро было, да. Ну, его как будто Суцкий переучил. Да, и потом... Ну, да, он... И потом я такой, блин... И, честно говоря, вот, то, что те деньги, если говорить там, да, про финанс, все-таки я в шоу-бизнесе, там, помимо слова шоу, есть еще и бизнес. Те деньги, которые я получал в ЦСКА, они были вообще несопоставимы с теми деньгами, которые я... Ну, то есть мало или больше? Меньше, меньше, меньше. Меньше, чем я получал за свадьбу. Но так как тур выпадает на субботу или воскресенье... Ну, да. То есть очень часто пересекалось. Я, да, отказывался порой от свадеб, знаю их там календарь, потому что я очень хотел работать на матчах ЦСКА. Ну, понимаете, ты почему бы стал фанатом ЦСКА? Из-за этого? То есть это пришло у тебя... То есть ты внутрь клуба попал, увидел близко Кенфеева, Березуцких, Игнаша и понял, что... Вообще, и вот этот старый офис ЦСКА... На стадионе ЦСКА. ЛФК, ЛФК. ЛФК, да. Этот коридор с желтоватым цветом, и я понимаю, что они боги горшки-то обжигают. Миллионные контракты подписываются в достаточно таком советском, в скромном, действительно, скромном помещении. И после этого команда выходит и играет там в Лиге чемпионов. Да, пока своего стадиона нет. И потом мы начали арендовывать в Химке. А в Химках, как мы знаем, собрать... Вообще просто тяжело. Очень тяжело людей собрать. Это мы сейчас вернемся еще как-то. Да. И все-таки, несмотря на то, что ЦСКА шел на первых местах, там была большая проблема с посещаемостью. И, как ты сказал, на веб-аренье, вот наши пути с ЦСКА... Там я работал никогда? Ни разу я не работал. А у меня почему-то вот в голове... А там уже Серега работал. Подожди, а не было недавно, Кость, недавно какого-то корпоратива, какого-то товарищеского матча, и ты не участвовал там? Типа, с какой-то медийной командой играли ЦСКА, СТУДРОДС, да, по-моему? Ты не был в органе? Нет, мы с тобой сидели на трибуне, я думал, в начале мы пили, да, пили чай горячий. Сейчас ты, по-моему, просто участвуешь во всяких активностях ЦСКА, фидосах и так далее. Да, я всегда рад поддержать любые активности. Кто твой любимый футболист в ЦСКА? Не сегодня, а вот тогда, когда ты влюбился в ЦСКА, когда только... О, мне, конечно, мне нравился Вернглум. Вернглум? Не, ну, Березо... Я просто, мне нравилась именно энергия, с которой Вернглум играл в футбол. То есть, это всегда вот эти поджатые локти, да, руки в кулаках. И я помню, когда он просто уничтожал словесно такого футболиста Кабуре. Помните, играл? В Кубани? Да, да, да. И он получился из Краснодара. И они на одной позиции играли друг против друга. И он просто его на английском языке уничтожал, ходил в 90 минут матча. Я не знаю, как Кабуре там не расплакался, пока они играли. Но Вернглум это был просто огонь. И как-то в чемпионской раздевалке я взял футболку, чтобы подписать ее от каждого футболиста. Это прямо вот происходил брызг шампанского, там что-то еще происходит. И пока Вернглум расписывался на футболке, увидел спину Слуцкого и просто нарисовал огромные члены на спине. Вот так сломать. То есть, это был чувак, который в раздевалке и на поле, ну, давал столько команде энергии. Это прям было такое, по-хорошему, такое храброе сердце ЦСКА. А есть ли сейчас такой футболист для тебя похожий в премьер-лиге? Во всей премьер-лиге, не в ЦСКА, а во всей премьер-лиге? Ну, не могу, нет, такого нет, точно нет. Чуть-чуть как будто Баринов похожий. Барис. Баринов. Я слышал, что Баринов, Барис? Нет, нет. Мне кажется, он как будто более мастеровитый. Барис, не более, он слушал намного больше мастеровитый. Давайте поймем, вот ты же в FIFA играл, ты берешь, когда опорника со значением 90 и переводишь его в нападение, он становится 55, да? А помните, когда там Вернглум играл в центр-форвард? Ну да, ну когда надо было несколько матчей, да. Ну да, там пол чемпионата почти. Нет, Вернглум был вообще один из самых болтливых футболистов, и я знаю, что ЦСКА даже на вот это предматчевое совещание, они там всегда говорили, предупреждали делегаты и судей, что вот у нас есть один игрок, ну пожалуйста, там, снисходительно отнеситесь. И такой миф ходил, но я впервые это осознал, когда был матч торпеда ЦСКА в Раменском, играли без болельщиков, потому что у торпеда был бан. 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 Бан, за какие-то выкрики фанатов, и играли вообще без болельщиков, и просто тишина, и слышно весь матч, как он орет. Просто он весь матч реально орет. На всех. На всех, да? На своих, на чужих. Ну слушай, это неплохо, в этой позиции, в которой он играл, как раз так и должен человек разговаривать. Смысл тогда выходит, например, у Мяров, или там, допустим, в Спартаке, и ни одного звука не издает. А ты знаешь, например, что в Барселоне это Хави был такой. Он тоже не разговаривал особенно. Нет, Хави наоборот, он же сказал. А, как радио. Да, 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 да. А что, он говорит, разве у нас радиокомментаторы могут стать лучшими футболистами матча? Не, ну просто, мне кажется, это наоборот, такая тема с, ты говоришь, есть ли сейчас такие игроки, их в принципе в мире мало. Нет, нет, послушай, харизматичных игроков, тем более, знаешь, когда, я вообще говорю, знаешь, очень сложно в компании богатых, одинаково богатых людей стать лидером. Это, ну заметь, прямо стальные яйца. Богатых, и не забывай, что они еще физически... Нет, я же не говорю подраться. Нет, чтобы они тебя признавали за то, что, вот ты разговариваешь, например, ну вот как, например, там, Акинфеева, да, Игорь Владимирович, дай бог ему здоровья, там, он в авторитете для любого человека. Ну ладно, сейчас он уже, потому что он старше всех. Ну, и вот есть люди такие, которые там, ну, свой характер проявляют. Ну, вспомним 2008 год, когда Акинфеев был младше всей линии обороны, да, и там пихал во время России Голландии, вся Россия это видела, и я подумал, что на секунду, что все как будто бы сборная поплыла. Мне интересует одна личность, с которой ты много раз пересекался, у нас очень странные с ним отношения, то есть мы вообще не знакомы, мы не здороваемся, но у нас такая взаимная, почему-то на расстоянии такая неприязнь, хочу тебя от него услышать, такого человека, как Слуцкий. Ты с ним много соприкасался, много сотрудничал, даже перед его отъездом вы на Первом канале ввели какую-то там совместную программу. Да, мы совместно работали на другую программу. Расскажи про Слуцкого как тренера и как шоумена. Ты знаешь, вот как раз у Леонида Викторовича, вот этот вот, в отличие от Зидана, да, у него как будто бы это в мешочек всегда складывалось, он не внутри, а в мешочек всегда складывалось, чтобы это открыть. Но, я сейчас скажу, что это наоборот большой плюс. Вот таких людей, как Слуцкий, действительно не хватает российскому футболу. Сто процентов, поэтому я хочу, чтобы ты побольше раскрыл его образ. Леонид Викторович, это действительно человек, который возглавляет ЦСКА, оставался человеком, несмотря на то, что там многие какие-то подводные истории. Что это значит? Ну, там по поводу Шустиков, да, его увольнения из ЦСКА. Ну, там очень странная история, и очень многие обвиняют Слуцкого, что он его уволив с Шустикова, тот уже не справился потом с постувольнительным периодом своим. Скажи, пожалуйста, а ты бы вот в своем коллективе держал бы человека, который уже не тащит? Кость, мне сложно это сказать, потому что, во-первых, я никогда не работал в коллективе, вот только первые два года я работаю в коллективе. И я лично всегда пытаюсь абстрагироваться вообще от этих дел, кого-то брать или кого-то увольнять. Ну, потому что мне это очень сложно делать, я знаю, что я с этим не справлюсь. Поэтому я не знаю, не могу никого судить или там поощрять за это. Ты же понимаешь, да, что работа таким менеджером, да? Севой справиться не могу, ну как? Как Леонид Слуцкий, тебе нужно не только действительно там нанимать хороших людей, но и увольнять иногда хороших людей. Я его не обвиняю в этом. Я тоже не обвиняю. Наверное, внутри, наверное, что-то он знал, что-то больше, чем я. Как я вообще могу... Команда последний раз играла в выдающийся футбол, ну, буквально, давай скажем, с ним. Ну, да. Он, я не знаю, сделал из тех футболистов, которые у него были. Сколько он, двукратный, да, чемпион, по-моему, стал? Или трех с ЦСКА, да. Я как-то все равно запутался. Ты просто сказал вот эту фразу про то, что оставался человеком, по-моему. И я бы тебя спросил, почему ты сказал, ты привел пример Шустиков. Да, но ты понимаешь, что когда ты тренер команды, когда у тебя стартовые 11, у тебя есть какие-то конфликты с теми людьми, кто хочет в эти 11 попасть, да? Ты можешь иногда забыть, что ты все-таки тренер и начать с ним конфликтовать уже по-человечески. Понимаете о чем я? Да, да. Вот. И вот этих вот конфликтов я не знаю, сколько там человек может вот так вот встать искать. Леонид Слуцкий – это человек, которому я не пожму руку. Ну, не, я не знаю. Ты же с ним не работал. Я с ним не работал, и мы даже не знакомы. Не просто не знакомы, не знакомы даже. Поэтому у нас такая, знаешь, заочная какая-то. Нет, ну, потому что я, например, почему, я почему как бы хотел договорить эту тему, может быть, ты изнутри ее больше знаешь. Потому что были истории, что у него были очень тяжелые конфликты с Мамаевым и с Загоевым. И казалось бы, любой другой тренер, например, будет это Черчесов, он поставил бы личные амбиции выше тренерских. Леонид Викторович всегда считал, что… Леонид Слуцкий – это свои амбиции потом, а в первую очередь я тренер команды. Нужен человек команде, я буду терпеть до какой-то определенной степени его выходки. Да, ну, видишь, это достигаторство его, и он достигал, действительно, эта команда, у которой не был на тот момент первый бюджет в премьер-лиге. Не забывайте, что был и Анжи с Гусом на тот момент. Не, ну, был Спартак. Был Спартак, был Халк в Зените, и Зенит уже там начинал воротить что-то там невероятное. И, действительно, он из ЦСКА того времени, да, на Стареющих Березуцких, Игнашевича, на Жоре Щенникове, ну, который, я не знаю… На Кирилл Набабкин. Кирилл Набабкин, там такие футболисты, как Александр Цауни, например, в ротации были. Ну, это любимчик. Ну, не могу сказать. С Луцкого. С Луцкого? Ну, да. Мне кажется, да. Вот, ну и вот хорошо, смотри, заканчивай. Да нет, ну там, кстати, была команда… Аналитика, это у нас в другой программе, это вот ты запишись в нас в итоге, мы тебя возьмем один раз в итоге. Ой, это же мне надо будет все выходные в футбол смотреть. Один матч только от ЦСКА смотри. Это да, это есть. Вот он заканчивает карьеру в сборной, неудачно, в 16-м году, да, и потихоньку-потихоньку он там поехал где-то, поучился, поиграл, 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 заполнил, приехал, и вдруг всплывает слудский шоумен. Да. Для тебя это не было неожиданностью? Нет, он же играл уже тогда, и выходил и в КВН играл, и он уже, когда Рубин тренировал, он уже рэп записывал. То есть это человек, у которого... Нет комплекса. Да, абсолютно. Кто бы так мог себя в России сделать? Я не знаю, ну таких нет. Ну, Дзюба. Нет, Дзюба все-таки пока нет статуса тренера. Игроку это проще чуть-чуть делать. Да Дзюба, потенциал у Дзюбов это есть. Потому что у Артема, при всем неоднозначности поведения, у него самоирония на очень высокой степени есть. Здесь тебе нужно, когда ты выходишь в кадр, тебе нужно забыть, что ты футбольный тренер. И что ты там выиграл чемпионаты, что ты тренировался. Но это же не просто. Ты был тренером национальный сбор. Нужно это уметь. Но при этом же есть мнение, что ему это и мешает в тренерской карьере. Ну, я просто часто это слышу. А что, простите, что ты мешал, а чувак выиграл чемпионат, был тренером сбор. Да, это было. Он же вытащил все равно на евро. Но на евро вывел, да. Это не мое мнение. Мне кажется, что медийность никак не влияет. Нет. Но ты сейчас пересказываешь те достижения, которые были до его максимальной медийной активности. А люди, которые видят его сейчас, например, там был очень резонансный видос с большого шоу у Азамата, когда они с Зюбой пародировали друг друга. Друг друга, да. Неудачно, честно скажу. Да ладно, но это дело вкуса. И я слышал от многих футбольных людей такой тезис, как после вот этого его будут вообще воспринимать футболисты. А он уехал в Китай, где нет Ютуба. Понятно, да. Там спокойненько. Но, тем не менее, ты как считаешь? Смотри, мое мнение. Давайте вспомним, сколько Леонид Слуцкий был тренером. 20 лет, да, наверное? Ну, плюс-минус, наверное, да. Уралан, Самара, Москва, Москва, ЦСКА, и потом, да. Сколько у тренера вообще карьера длится? Ну, смотря у какого. У Семина же 92 года. Ну, блин, ну это таких тренеров в мире 10, 20, 30. Ну, да, пусть, да, согласен. Ну, 30 лет. Да какой 30? За 15 лет тренер выгорает. Ну, смотри, кто... Знаешь, я тебе приведу пример, что Романцев, когда свое девятое чемпионство взял и ушел уже вообще, когда он потом, помнишь, перешел в Динамо или в Раменское куда-то и ушел с концами, ему было 52 года. То есть 52 года он закончил, будучи девятикратным чемпионом России уже. А некоторые только в 50 начинают. Семагу сейчас столько лет, во сколько Романцев закончил. 52 года, да? Поэтому это иначе никто не знает. Вот этот период никто не знает. Я просто хочу, чтобы ты... Ты мой вопрос не понял. Я сейчас... Вот смотри, для меня лично, для меня, для Тимура Грудская, в последние два года есть индикатор вот всего, что происходит в мире шоу. Когда мне что-то непонятно, или я хочу сам что-то придумать, я звоню Косте Анисимову. 48, могу, прошу прощения. Да, я звоню Косте Анисимову, потому что для меня ты как бы человек, который идеально вообще воспринимает создание шоу, юмористического шоу, я имею в виду, не там, не давай поженимся, а хотя это тоже юмористическое шоу, да. Или там, или какой-то политический... Или там, да, время покажет. Вот ты его оцениваешь как шоумен, а как? Вот это я хочу, чтобы ты ответил. Вот как шоумен... На пятерку. На пятерку? Да, это очень-очень-очень хороший шоумен. Первое, у него богатая речь. Она у него хорошо сложена, у него хорошая начитанность. Чувство юмора? Чувство юмора хорошее, у него хорошая насмотренность. Это не то, что человек, который, знаешь, который решил, что он смешной, он действительно ходил по театрам, у него действительно хороший багаж просмотра музеев и так далее, и так далее. Я знаю, что они там в Голландии, когда были, у них были выходные, они вместо того, чтобы просто там валяться, наесться каких-нибудь там печенюшек, Кексиков. Кексиков голландских, они ездили по соседним городам, ходили по музеям, смотрели... Может быть, с кексиками ездили, так же тоже можно. Это не исключено, но сам позыв... Это, возможно, даже помогает насмотренности. Позыв человека со стрессовой работой не закрываться где-то, не зашориваться где-то. Тем более, что на улице тебе любой человек, либо поклонник твоей команды, который не нравится как-то тренер, может тебе высказать что-то, либо вообще поклонник другой команды, принципиального соперника, тоже тебе что-то может сказать. Ездить, выезжать куда-то, смотреть по миру и брать, например, вот такой проект, как в Шанхае футбольную команду. Я не знаю, как у него с китайским, но если он еще и китайский выучил, тут вообще... Ну, может быть, какие-то дежурные слова наверняка выучил. Но судя по тому, что он проиграл два матча из 32 матчей, у него там все хорошо. Скажи мне, вот Сева очень сильно, ну, как бы ругается за то, что футбол, РПЛ, я имею в виду, РПЛ, очень закрытый, очень закрытый. И за это туда очень маленький приход новых зрителей. Абсолютно верно. Какие лица сейчас в российском футболе есть, кто бы мог бы возложить на себя и немножко хотя бы двери приоткрыть? Мне кажется, вот небольшую вставлю ремарку, что предыдущая наша тема немного отвечает на этот вопрос. И тут есть проблема некая в принципе в менталитете. Потому что вот тот же Суцкий, который был максимально открыт, медийный, показывал не только футбол, но даже не столько футбол, сколько свою открытую жизнь. Он подвергался критике. Его, да, и в том числе твоей. И моей тоже, потому что он был один. Поэтому, когда люди, остальные футболисты, тренеры и так далее, вот это видят, какая у них мотивация делать то же самое, ноль. Ну, смотри, можно же немножко, ну, не так, как Леня это делал, можно немножко это приоткрывать, а не сразу на распашку открыть. Нет, смотри, тут вот методы вот эти, вот давайте по чуть-чуть, давайте по чуть-чуть, они, скорее всего, не работают. Давайте вспомним, ну, допустим, Локомотив, когда вот эти Лока Герлз появились, как их называли, потому что в Локомотиве играли типа симпатичные мальчики. Измайлов, Беллидинов, и девочки. Синников. Да, Бо, Овчинников, Сычев. Вот, и девочки видели их на экране, а я считаю, что путь к семейному кошельку всегда лежит через женщину. Всегда. Вот, к большим бабкам в семье лежит через женщину. Дальше... Да, подкаблучник, я понял твою фразу. Нет, ну, это, я тебе просто могу исследования все показать. Не мои. Твоей жены, я понял. Чисто онлайн-банк, ты откроешь? Да, Диана всегда говорит, со мной ему всегда гораздо лучше. Вот у нас, давай так, вот, люди не знают, грубо говоря, про Спартак. Ну, знаешь, что это футбольный клуб. Знаешь, что у них есть стадион, там, мы мимо по шоссе проезжаем. Что заставит их пойти на футбол? Вот, и вот это моя основная тема, почему я хочу тебя позвать. Как заставить людей, которые не ходили на футбол? Есть куча фанатов. Меня, допустим, там, Севу или тебя, мы найдем где стадион, найдем, как туда попасть. Как простых людей привлечь на стадион, потому что мы не добираем людей на стадионе. Значит, я тебе даже могу рассказать не то, что миф вот этот вот развеять. Я тебе могу назвать примерно цифры, примерно, которые телесмотрение. РПЛ смотрит 1.5% от включенных телевизоров в выходной день. Да, ну это сколько людей, ну, в человеках? В человеках я это не могу сказать, но это, ну... Мизер. Мизер. Потому что параллельно с футболом в воскресенье у меня выходит на Муз-ТВ программа, которая называется «Моя волна». Она снимается за три копейки, две камеры, хромакей, и у меня в гостях звезда, с которой мы якобы подключаем его телефон к системе рекомендаций и смотрим, что ему предлагает, основываясь на его музыкальных вкусах. У этой программы, эта же цифра, 2.5. Это на канале Муз-ТВ? На канале Муз-ТВ. То есть цифра матча и Муз-ТВ фактически в два раза. Это значит, что мы не спортивная страна? Да, мы не футбольная страна. Но мы никакая не страна, потому что футбол самый популярный спорт, тогда хоккей еще меньше смотрит, получается. Хоккей меньше смотрит по телевизору, но хоккей собирает у себя в городах. Потому что коробки намного меньше. И коробки меньше. И на голову ничего не капает. И фан-айди нет. И фан-айди нет. Но это сейчас. И алкоголь на некоторых можно продавать. Да. Да, потому что некоторые стадионы идут как концертные площадки, а на них можно продавать алкоголь. Да ладно. Ну, конечно, это вообще не честно. Вот ты бы оформил фан-айди, если бы тебе сказали, что пиво на стадионе продают. Я думаю, нет. Конечно, да. Да, конечно, нет. Но для Тимура это не главное будет. Я знаю, где найти пиво даже, где его нет. Ну, окей. Но, понимаешь, я, честно говоря, я понимаю, что такое развлечение. Я понимаю, для чего люди идут. Я хочу, чтобы там 90 минут я провел весело. Даже если моя команда проигрывает. Нет, футбол в России. Ну, подожди, давай откровенно говорить. Футбол в России, это исключительно какая-то... Ну, нам это подают под соусом социальной истории, что мы вкладываем большие государственные деньги, потому что это популяризация спорта. Но это вообще не развлекательная индустрия. Потому что я, например, прихожу на стадион Баруси Дортмунд. Я попадаю на стадион в 80-тысячный, в 300-тысячном, по-моему, городе. Или 600-тысячном, короче, небольшом городе. В 80-тысячный стадион, где очень легко добраться. И 5 лет солдат. Где нету никаких там вот этих переграждений. Где ты спокойно заходишь на стадион без очереди. Где на стадионе вкусная еда, а не как на московских стадионах. Ну, пиво, главное, льется рифоя. Есть пиво, да. Хотя я не пью, но я вижу, что там люди просто закупаются, пьют. И все нормально себя ведут. Ну да. И как бы, ну вот. Ну тебя от мира мы же видели в Москве. И никто не умер. Никого не убили, кирпичом голову не разбили. С чем это связано? Когда ты ходишь на стадион Баруси Дортмунд и почти любого стадиона в Европе, у тебя есть желание туда вернуться. Когда ты приходишь на стадион в России, чаще всего у тебя нет желания туда вернуться. Если ты не работаешь. Или если ты не очень любишь свой клуб. Если ты просто такой нейтральный зритель, который просто выбрал между походом в кино и футболом футбол, то, скорее всего, у нас есть выходные, и ты сходишь в кино. Ну, как вы что-то можете с этим менять? А теперь давай просто в дискуссию немножко перейдем. Вставай. Лужники. По факту был построен для Басты, Леонида Агутина, Полины Гагариной. Руки вверх. Руки вверх. И группы Зверя. Это, грубо говоря, все эти артисты, которых я назвал, это артисты. Выступали в трех поколений. То есть должен полюбить отец, сын и жена. Вот так это должно все быть примерно. Футбольный клуб «Спартак» — это, в принципе, команда трех поколений. Футбольный клуб «ЦСК» — это команда трех поколений. Как минимум. На осязаемом куске, ты говоришь. На осязаемом куске. То есть я приведу на «ЦСК» сына. Не знаю, Дорский приведет жену. Девушку, да. Девушку на «Зенит». Ты, я не знаю, кого и куда приведешь. Значит, первое. Приведу. Первое. Стадион заполняется в Германии, тоже люди ходят поколениями. Я не знаю, сколько людей, шизанутых в мире, покупает один билет на футбол. Вот сколько таких в мире людей? Ну, есть, но немного. Ну, в основном. Либо ты должен идти парой. Да, вдвоем, троем там, да, какой-то поход. У тебя футбол в выходные. И ты говоришь жене, я там пять дней работал, и ты такой, я в воскресенье пошел на футбол. А перед футболом тебе за час нужно еще встретиться, а тебе еще нужно там пораньше зайти на стадион. А ты еще выходишь, ты же не выходишь, едешь домой, ты выходишь, идешь куда-то там делиться эмоциями своими. Все, у тебя полдня нету. Соответственно, на эти полдня, если ты женатый или там в каких-то отношениях человек, тебе нужно брать с собой девушку, тебе нужно брать с собой ребенка. Концерт «Басты» туда приходят семьями, чтобы спеть песню «Медлячок», чтобы ты заплатил, или «Сансару». Вот нужно всем клубам... Ну, у нас же есть клубы, которые пытаются семейные сектора делать, о чем ты говоришь? Семейный сектор должен быть полностью стадион тогда. Это должен быть полностью стадион. Ну, понимаешь, вот эта попытка убьет футбол фанатски. Понимаешь, а фанайди не убивают фанатски? Убивают. А у фанатов нет детей, фанаты тоже взрослеют. Ты сейчас смотришь, когда... Ну, ты же знаешь эту историю, что многие фанаты взрослеют и переходят на центральный сектор. Кузьмичами становятся, да. Ну, по сути, да. Ну, как бы... Да не становятся кузьмичами, все равно тебе хочется кричать «ЦСКА давай забей три голова от свиней». Все равно эта дочь сидела на моей шее. Там в лампочке сидит у нас болельщик «Спартака», он сейчас может обидеться. Ну, я условно, да... Нет, ты не условно, ты конкретизируй. Кому забей три гола? Ну, в какой-нибудь команде. Хорошо. Истушено. И ровно это и принесет деньги клубу. И я уверен, что если я пойду с сыном, может быть, даже я не куплю этот стаканчик пива, или я куплю стаканчик пива и на этом закончится. И вряд ли я буду лезть на какую-то провокацию, когда я буду с ребенком или с девушкой. Ну, просто если я вменяемый человек. Почему на концерт Басты не стягивается такое количество ОМОНа с лошадьми, и ты уже перед стадионом не чувствуешь себя человеком, потому что тебя куда-то загоняют, идите поуже, здесь пройти нельзя, тут вот это... Ну, потому что есть какая-то... У футбола какая-то есть драйв, что все равно это должна быть агрессивная история. Это выброс энергии. Ты на концерт... Ты песню... Ну, вот смотри, я вообще вот сейчас, ну, как бы не согласен с тобой. Я человек, который не ходит ни на концерты, ни в театр. Объясню, почему. Объясню, почему. Давай. Я не могу идти там, где я знаю конец. Я знаю песню Сансара. С чего она начнется, чем она закончится. Мне вообще неинтересно это вообще слушать, и они когда такие вещи не пойдут смотреть на это. Спорт дает тебе адреналин. Ты не знаешь, как это будет идти, и чем это закончится. Ты никогда не знаешь концовки. Понимаешь? Ты можешь пойти на 30 матчей ЦСКА, и они будут 30 разных. Ты пойдешь на 30 раз в представлении, там, на дне, или какой-нибудь, я не знаю, там, концерт Полины Гагариной, и там даже очередность песен будет та же. Понимаешь? Это не надо смотреть второй раз. Я хочу понять, что недорабатывают клубы. Я убежден, что проблема в государственном финансировании. У них нет мотивации зарабатывать деньги. Химки, наш любимый. Там нет вроде государственного финансирования. 300 человек на последний матч. У них нет мотивации зарабатывать деньги. У них гарантированный бюджет, и все. То есть, значит, хозяин клуба не ставит задачу клубу работать. Но смотри, вот у нас же есть пример Краснодара, который развивается абсолютно грамотно. Галицкому тоже не нужны деньги эти. Поэтому он просто выстраивает клуб. Вот, почему Химки, почему, например, подруги так не делают? Он задумывается о том, как клуб должен жить после него. Он реально выстраивает... Нет, ты смотри, ты говоришь о финансировании клуба. Я говорю Галицкому, например, неприятно было бы сидеть на пустом стадионе на своем. Даже в самом лучшем мире. Поэтому он сделал так, чтобы на него ходили. Он сделал так, чтобы люди туда ходили. Да, чтобы было приятно прийти. Почему другие не могут это сделать? У тебя есть пример. У них нет мотивации зарабатывать. Не надо зарабатывать. Наполни стадион своими деньгами. Пускай раздают деньги. Что надо делать, чтобы людей привлечь? Вернемся. Вот смотри, например... Проведи концерт Гагариной на этом стадионе. Да, не надо проводить концерт. У тебя есть видео, концерт Максим на стадионе Спартак. Мне завидно, понимаешь? Я считаю, что певица Максим для пиара Спартака, сама того не подозревая, сделала больше, чем вся пиар-служа Спартака. Чем для себя, как для человека Максима. Да, для Максимовой, да. И тебе, знаешь, сайты, которые ультрановостийные, которые каждый день что-то про экономику, они постят это видео с Мача. С Мача. И ты понимаешь, что это дико круто. Но у нас такой один случай на 16 профессиональных клубов в РПЛ. А их должно быть как минимум 8. Не-не-не, ну это трогательно очень, когда матчи в Краснодаре действительно Сева хороший привел, привел. Просто у нас сейчас нету Лиги Чемпионов. Я помню Спартаковскую Лигу Чемпионов, постсезон Чемпионский. Но когда собирается 40 тысяч человек, и это един... Ну то есть ничего не сравнится с полными трибунами. Никакие концерты, ничего в мире не сравнится. Когда у тебя полная трибуна, когда ты увидишь эту желтую стену, где помещается 30 тысяч человек, о чем Сева говорит, Дортмунда. Или ты когда приезжаешь в Белград на Цервенную Звезду, тебе вот это единение людей в одном порыве, тебе никто таких эмоций не отдал. Мне кажется, что в России все очень еще заточено на результат. Любой клуб, который идет к Чемпионству или Чемпион, он собирает полный стадион. Я помню, Локомотив Чемпионский сезон, полный стадион. ЦСКА в годы Чемпионства полный стадион. Спартак в Чемпионские годы полный стадион. Ну, например, Боруссия, даже если она не будет выигрывать 10 лет, там будет полный стадион. Ну да, сейчас показали же эту Герту, которая... Не Герту, а команду, которая... Гамбург или кого-то там в первой лиге она играет. И там просто биток стадион собирает. А посмотрим Бордо, который развалился. На четвертом дивизионе. Ну, Кость, ну ты как шоу-бизнес. Дай какие-то примеры, рецепты. Вот бесплатно что-то можешь сделать для футбола? Послушай, я тебе могу просто сказать, что, ну, во-первых, это нельзя вот так вот сделать, как, условно, там, в Краснодаре, да, он сделал Галецкий за свои деньги. И когда ты говоришь, что финансирование государственное, ты посмотри, кинокартины тоже идут с государственным финансированием. Ну, многие печальны. Многие печальны. Многие печальны. Это, видимо, проблема не тех, кто дает деньги, да, еще, а тех, кто их принимает и не знает, что с ними делать. Ну, и многие становятся сейчас, допустим, смотрибельными, точнее, популярными из-за отсутствия конкуренции. И это тоже. Ну, ты понимаешь, если у меня нет конкуренции, я, например, в кино вообще долгое время не ходил, я тупо пиратил. То есть, я, простите, пожалуйста, за... Откровенность. Откровенность. Ну, если я не могу посмотреть Нетфликс за деньги, что я делаю? Я смотрю пиратский. Ну, да. Если я не могу посмотреть там сериал «Корона», я, конечно, смотрю пиратский. Хотя я готов платить деньги Нетфликсу. Вот, забирайте, вот номер карточки моей. Только нельзя уже. Значит, смотри. Вернемся к городу Серпухов. В городе Серпухов, когда были две эти команды, маленький стадион заполнялся. Он на отшибе города. Он был битком. Все смотрели, да, там, с семечками. Да, мужики там, где-то там с подполы разливали какую-то там самогоночку, настойку, что-то там принимали, хотя это нельзя было делать. Давайте вообще не будем забывать, что вообще сейчас региональный футбол весь убит. Региональный футбол – это просто проклятие какое-то. Там бедные мужики за свои деньги покупают себе там формы, майки, мячи и так далее. Я думаю, ты утрируешь немножко. Ты давно, наверное, не был на второй лиге. Но я думаю, не все так трагично. Ну, региональный футбол – это не только вторая лига. Это не только вторая, это и третья лига. Ну, просто люди, которые любят поиграть в футбол. А, ну, которые любят поиграть в медиалига твоя? Нет, на любительском уровне. На любительском уровне. Даже я тебе могу посмотреть. Это же тоже важно. Посмотри, в той же Англии, там в каждой деревне есть команда. У каждой этой деревни есть тапиончик. И на него ходят люди. Да и здесь тоже говорят, какая-то существует в Москве там какая-то ночная футбольная лига или какая-то там народная футбольная лига. И она там 350 команд объединяет. Я первый раз про ее слышу. Я тебе говорю не про команды, я тебе говорю про культуру вообще хождения на футбол, на спорт. У нас даже, допустим, вот Серпухов, про который мы говорим, там этот стадион «Спартак», его переделали. Он очень классный, там классная трибуна. Знаешь, сколько в Серпухове футбольных команд, которые выступают на, ну, так скажем, каких-то из российских? Где-то. Ноль. Просто стадион построили, чтобы он стоял. А для чего его построили? Честно говоря, не знаю. Даже мы с Осиповым разговаривали, говорю, давай мы в медийку там поиграем. Хоть как-то сделаем. Ну, то есть ты имеешь в виду, что это просто нерациональное... Нерациональное. Просто два стадиона на 150 тысяч человек в городе живет. Ноль футбольных команд. Вот ноль. Просто их нет. Ну, мы же просто понимаем, потому что... Ну, вот я говорю, что ладно, я не хочу сейчас говорить о том, что какие-то регионы не создали команду. Я хочу говорить о том, что каким образом, что надо делать, например, есть ли какие-то рецепты, как в РПЛ поднять, допустим, посещаемость. Не Краснодара. Краснодара не надо, все не так хорошо. Например, там, Динамо, Спартак. Динамо поднимает посещаемость. Ну, зачем ты говорил, что Чуботина приходит? Нет, не только Чуботина. Ты помнишь, как мы с тобой пришли, и был Влад А4, и стояла очередь такая, что... Ну, вот это достаточно для подъема? Нет, недостаточно, типа, сказать, вот мы Динамо, а вот Влад А4. Это, опять же, связь поколений, что у тебя один ребенок один не пойдет на футбол. Ну, ребенок может потащить родителей. Родители, это еще плюс два билета, а еще плюс два билета, это еще плюс три чебурека, проданных на стадионе. Ну, пусть они хотя бы вкусными будут, потому что жрать невозможно на стадионе. Не, не, я вот, я, смотри... Хлеб и зрелище. Динамо я вообще всегда поддерживаю, потому что вот как раз Динамо, это из новоорганизованных субстанций, которые в медийке делают очень много, очень много, чтобы привлечь хоть как-то людей на премуду. Классный стадион. Удобное место, да. Удобная логистика, все классно, все прикольно, все круто. Плюс еще команда более-менее, знаешь, держится в топе. Ну, да, да. Могли стать чемпионами, не спорю. Вот. У ЦСКА привлекает Сергей Бурунов, стал сейчас лицом ЦСКА. Есть там Игорь Акинхеев, у которого там связь через поколение. Человек в 2005 году выиграл Евро-трофей, его помнят уже 20 лет. И у него идеальная репутация для футболиста, который, я думаю, что даже когда он закончит карьеру, он все равно будет амбассадором ЦСКА. Ну, наверное, да. И все равно он будет какие-то там активности проводить и так далее. И мне нравится, как сейчас Игорь начал выходить в медиаполе. Это отдельное спасибо еще Кириллу Браидо, который это делает. И Игорь дает интервью, жарит какое-то мясо, рассказывает и так далее, ведет в социальные сети. И это все действительно из него, как из вратаря, который там вот что-то отбил ногой. Для 90% людей отбил ногой и мы там выиграли или не выиграли. Вот, возвращаемся к моему вопросу, который прозвучал 30 минут назад. Игорь Акинфеев, понятно, кто еще из российских футболистов может стать амбассадором привлечения футболистов, зрителей? Ты знаешь, мне кажется, что Спартак, то, что я вижу опять же в соцсетях, очень много приглашает актуальных артистов. Там, например, слово пацана вышло, они, значит, герои слово пацана позвали. Азамат Мусагалиев там. Азамат Мусагалиев. То есть это все делает, и ты как будто бы приходишь, да, будучи просто боярщиком Спартака, и как будто бы с Азаматом там вместе разделяешь... И вот эту энергию, энергетику. Энергию победы. То есть ты считаешь, что самое простое это набрать топовых амбассадоров. Это, понимаешь, каждый вот этот вот шаг будет добавлять тебе там 10 процентов посещать, 3 процента посещаемости. То есть 10 теперь борщилка. Ну, 10 это я потом с 3 сразу же назвал, извини. Дальше у тебя, естественно, должно быть хлеб и зрелище. Так, хорошо, то есть вот смотри, я спрошу, а ты мне скажешь, я так правильно тебя понимаю? То есть для того, чтобы в Химках хотя бы приходило не тысячи человек, а 5, надо, чтобы там лицом их была Полина Лакшери Гелл, и раздавали бесплатно пиво. Ты знаешь, я бы еду нормально. Подожди, а когда у тебя кончится бесплатная еда, люди что, перестанут ходить? Не знаю, может, ну хотя бы какое-то количество людей влюбится в это что-то, то, что они делают, и останутся. Ну, просто смотри, я знаю, например, что когда Геркус был в Локомотиве, они каким-то образом, я не знаю, как конкретно это делать, но вот по всем соседним домам всего района просто вот... Листовочки, да? Флайер, типа, вот по нему ты можешь прийти на стадион бесплатно. Ну, это спасибо, это хорошо. Условно. Это хорошо. Когда он приходил, там было много фудкортов, которые приезжали, разные еды. Да, недорогие. Ну, цена там, понимаешь, когда ты на стадионе, ты уже не так смотришь на цену. Не, ну это хорошо, это хорошая фишка. Допустим, если ты приходишь с флайером, тебя пускают бесплатно, да. В Химках, в чем еще большая проблема? Они не понимают, они Химки, Москва и так далее. Если бы, допустим, Химки были бы чуть-чуть, вот так вот, пуньк, оторви от Москвы, и у тебя пять московских команд, когда приезжает... Сколько там у нас, пять? Да, ну, четыре, торпеда нету. Четыре, а, ну да, торпеда нету. Ну, пятый, допустим, Зенит добавим, да? И у тебя будет желание, типа, вот мы жопу надрали 0-0, там, или 1-1 сыграли. Ну, подожди, было времена Хима, которые сопротивлялись и стали восьмыми тогда в тот год, и они гордились, что вот мы надрали жопу там кому-то. На самом деле, ну, все равно не такой маленький город, если бы они работали над своей идентичностью какой-то и сделали бы это реально командой города. Но я уверен, что химчане не воспринимают это как свою команду. Не воспринимают. Ну, так я про что и говорю. Я жил в Химках. Я про что и говорю, что, допустим, вот смотри, Воронежский факел, да, наполняется, Нижненовгород нет. Значит, плохо работает. Подожди, ну, это вообще разные истории. Вот факел, который капец какой истории, и Нижненовгород, который там-то одна команда закрылась, разорилась, потом заново открылась, переименовалась. Естественно, у тебя нету к ней вот настолько... Ну, Нижненовгород миллионный город, да, по-моему, и даже больше. Да. Больше миллиона, они не могут заполнить новый стадион свой. Плохо работают, ну, честно говоря. Понимаешь, я говорю, что вот вроде бы, казалось бы, ты говоришь, бабки, привлечения. Есть бюджет хороший, есть хороший стадион. Уже, знаешь, уже кричали, значит, мы не хотим идти на стадион, который похож на разруху. Есть у тебя новый стадион, есть подлежные пути. А что помимо вот этих вот стен на стадионе, вот что там есть? Я не знаю. Вот если вы ходили на матчи, вот... Ну, я был в Нижнем. Давай так вот, прямо попросим в комментариях, напишите, чего вам не хватает на матчах. Вот я считаю, что если будет, я сейчас вспомню, если будет алкоголь, пиво... Ну, мы не можем решить, что было пиво. Ну, то есть, мы, болельщики футбола, хотели бы, чтобы было пиво. Государство нам не дает этого сделать. Ну, то есть, по закону не дает. Но без пива, что еще может быть без пива? Футбол классный. Ну, классный футбол не доходит до футбола, понимаешь? Мне кажется, важно сделать уют, еду, тепло. Потому что на стадионах холодно, например. И я не понимаю, почему в Краснодаре, где всегда тепло, в принципе, там стоят тепловые пушки. А на стадионах в Москве не на каждом он есть. Ни на одном нет. Нет, есть на некоторых секторах. Кто-то там пытался построить, но это же абсурд. Или там, когда стадионы в регионах строятся, такой конструкции, которая, ну, просто продуваемая. Тот же стадион в Нижнем Новгороде, он стоит на... Возле реки, там на развилке дует сильно. Нет, окей, летом там нормально. Но когда ты приходишь сюда в октябре, у тебя холодно. Хорошо, я тут недавно смотрел, мы что-то Нижний Новгород, Нижний Новгород. Я тут недавно смотрел Рубин, ЦСКА. Там вообще полтора землекопа на стадионе. Ну, видишь, Казани как-то никак они не могут заставить ходить. Они почему-то все любят Уникс и Акбарс. Но это, значит, футбольный клуб где-то не дорабатывает. Потому что болельщики-то готовы идти. Почему не прийти и не с Казани? Ну, подождите, Кость. Заполнить стадион все-таки это 20 тысяч плюс. А заполнить хоккейную коробку, это надо там 5-7. 5-7, да. Я не знаю, сколько в Казани страшно. Ну, пускай 5-7. Хорошо, 5-7. Но у них даже 5-7 нет на, ну, не знаю. Хотя бы там заполняемость была. Там, не знаю, 60-70%. Задача премьер-лиги 16,5 тысяч человек в среднем на матче. Ну, а кто ее выполняет? 8-900. Зенит. Выполняет ее Зенит. Спартак. Наверное, отчасти там Динамо. Ну, приближается хотя бы там у них, по-моему, 10-11 тысяч. 16 тысяч, по-моему, они хотят добиться, чтобы 16 тысяч. Понимаешь, да, у Динамо тоже вот этот вот очень сложный переход. Долго перестраивался стадион. Играли в неудобных химках. И вот они сейчас вышли. Ничего не выигрывали. Ничего не выигрывали. Ну, ничего и посетителей не выигрывали. Велитие в первую лигу, да, то есть там вообще какой-то мрак проходил. Но сейчас ты смотришь на команду у людей. Я начал встречать людей с бело-голубыми шарфами на улице. Ну, да, стало модно. Динамо сейчас самый модный клуб Маганала. Модно стало, потому что дети стали одевать. Да, центр Москвы. У тебя ты идешь, и у тебя вместо Луи Ветон, где... Да, на Красной площади магазин брендовый, да. Магазин Динамо. Вот это все тоже работает. Когда я приезжаю, там, условно, в Валенсию, у них на центральной площади фирменный магазин Валенсии. Да, пусть там нет очередей, но это все равно... Ну, на глазах, в глазах. Это имидж. Понятно, что раньше, допустим, условно, ЦСКА имидж в свой дел, играя против, там, Реала, Манчестера и так далее. И когда мы построили стадион, и в первый же год попали с Реалом, с Ромой и Викторией Ползень, и играли в Лужниках почему-то, они на своем стадионе. Ну, это было, кстати, логично. Да, это было логично. Ну, условно, на Реал пришло, по-моему, 50 тысяч. Нет, нет, 70 тысяч. Или 70 тысяч. Битком был. Нет, там были... Там же продавалось только три билета, ты не мог купить на один Реал. А, пакетом, да. Пакетом продавались эти билеты. У меня был даже, кстати, у меня были абонементы на Лигу Чемпионов тоже, но там отдельно выписывали, говорили, на какое место тебе надо садиться, будучи с абонементом. Ну, то есть ты считаешь, что потихоньку, потихоньку в футбол, ну, тяжело нагонять людей, потому что детям, детей тяжело, им легче потихоньку. Детей тяжело. Смотри, я считаю, что вот эти вот, они достаточно робкие, иногда они кринжовые, иногда ты думаешь, а зачем это вообще, когда какие-то там... Гаязов, Бразерс выступают перед концертом, и половина перед матчем, с концертом перед матчем. И посмотрели концерт, ушли. Нет, и люди такие, блин, зачем, что за кринжуха? А потом, когда, не могу говорить, как называется, матч-тура проводят, я пришел на стадион, и офигенная атмосфера. Диджей смеш, там, что-то, какие-то дымок, там, какой-то, какие-то девушки танцуют. Да, это не суперкубок, но хотя бы, когда какая-то девочка придет со своим бойфрендом, да, девочка не шарит в футболе, она это все выложит, и снимет, и выложит какую-то социальную сеть. Давай, смотри, давай, вот у меня к тебе такая просьба-задание. Давай мы в течение, там, полугода до марта, вот подумаем и предложим клубам какую-то такую систему, чтобы можно было завлечь вторую половину на футбол, чтобы это стало интересно. Что вот надо было бы клубам делать, чтобы парень пригласил свою девушку на футбол? Ну, вообще, давай, в год семьи... Да, в год ценности семейные, да. Все-таки, я считаю, что боление футбольное, это одна из семейных традиций. Я не знаю, сколько там, если в процентном соотношении, например, где папа болеет, допустим, за ЦСКА, сын за Спартак. Не, ну это бывают такие. Бывают такие. Семья не без уродов. Но в основном так, что папа за кого-то болеет. Дед болеет. Дед болеет. Потом папа болеет, потом сын болеет. Вот, и каждый, если возьмет по жене своей, да, дай бог там... Да, по та, да, да. По любовнице. И по тёще. По тёще. И, понимаешь, это уже будет выход, который принесет денежку команде. Ну, то есть, смотри, давай так. Первый пункт. Мы знаем, что должно быть у людей деньги. Что все-таки раз, два раза в месяц... Ну, что-то мы просто очень долго говорим, но ты говоришь достаточно очевидные вещи, но не говоришь, как это сделать. Тимур тебе дал задание на полгода. Я, ты знаешь... Пирожные раздавать, я не знаю, торты. Раздавать пришедшему там билет в кино. Ну, то есть, надо что-то... К сожалению, к сожалению, вот когда мы... Ну, смотри, я с Севой согласен над 99% в том, что когда ты платишь футболисту зарплату там, ну, пускай там 5 миллионов рублей в месяц одному, а у тебя там футболистов много, ты хотя бы там 10 миллионов рублей, ты трать на вот эту организацию, чтобы люди пришли на этого футболиста смотреть. Для кого вообще он играет, кому он бегает на этом поле, человек, который получает такие бабки. Ты немножко денег обязан. То есть, каждый клуб, к сожалению, из-за того, что мы упустили поколение, они должны большие деньги вкладывать теперь к привлечению людей. Ты хочешь торты раздавать, билеты на концерты раздавать. Ты делай, что хочешь, но людей надо собирать на стадион. Ну, так могу сказать, раздавать, типа, сладости, да, или там какие-то билеты в кино, это не подход. Главное, главное, чтобы человек, который, возможно, в первый раз вообще в жизни... Захотел второй раз прийти. Захотел второй раз. Так ты сначала должен, чтобы он в первый раз пришел. Будь он зах... ну, это реклама, понимаешь? Это реклама. Я понимаю, допустим, ты смотришь, когда артист, о котором ты вообще не подразумеваешь, что он такой существует, а у него солдауты по всей стране. Ну, по всей стране он приезжает, и, как ты говоришь, там, пятитысячники. Ну, вот как будто бы он еще жив, а у него, блин, по 30 концертов в месяц. Ты про Иванушки, что ли? Например. Кстати, Иванушки, это тоже несколько поколений. Нет, я просто и говорю, что почему-то в шоу-бизнесе люди это поддерживают. Я просто понимаю, что для меня это болезненно. Когда я вижу тысячи человек на стадионе, ну, для меня это прямо удар просто сильный, потому что это невозможно. Понимаешь, я там однозначно-неоднозначно отношусь к «Зениту». Ну, я, например, поощряю, что они не просто билеты дарят, они еще какие-то деньги платят, чтобы человек пришел. Ну, ты что, откуда ты знаешь? Ну, так говорили, что там, типа, кто-то писал, что там 900 рублей какие-то платили, там, или 600 рублей. В моем понимании, главное, чтобы людей не загоняли на стадион. Нет, загонять не надо. Но первый раз человека надо притащить любой ценой. А дальше ты внутри должен так его влюбить в систему, чтобы он захотел еще раз прийти. Ты же не можешь издалека его уговорить прийти. Вот я говорю, что надо разработать какие-то действия. Нет, все делается против футбола. Ну, просто знаешь, вот условно раньше, что нейтральный болельщик мог прийти, увидеть фанатский сектор, который реально был крутым. А, это было круто. И это то, что выделяло русский футбол от западноевропейского, потому что у них, ну, такого почти ни у кого не было. Ну, да, это такая, больше сербы, турки, греки и поляки. И вот там некоторые все равно, например, тот же там Селтик или Боруссия. Ну, это, да, это балла таких. Но это было то, что отличало русский футбол. И ты, например, как незнакомый человек мог прийти, и вряд ли ты что-то увидишь выдающееся на поле, очень редко. Да. Но когда ты видишь вот эту атмосферу, перформанс, еще что-то. Ты можешь захотеть из-за этого вернуться. Согласен, сто процентов. Сейчас этого нет вообще. Значит, надо через другое его делать. Через другие какие-то ништячки завлекать людей, хотя бы попытаться, чтобы они влюбились. Мы можем сколько угодно жаловаться, допустим, что у нас там нет Лиги Чемпионов, но в МЛС тоже нет Лиги Чемпионов. Конечно, и полные стадионы. Ты прав. Ты сейчас идеальный привел пример, что в МЛС очень закрытый турнир. Но они его сделали, что люди на него ходят. И он на самом деле тоже не очень выдающийся. И по футбольному качеству он тоже не выдающийся. Иногда смотрю некоторые матчи МЛС и думаю, ёпт, вообще это что за страховка. Там первая лига, но первая реально. Там Месси бегает. Да, Месси бегает, но Месси, слушай, да, там даже люди жаловались, что Месси травмированный, мы сдаем билет. Да, да, да. Ну, послушай, ну, значит, надо какие-то вещи делать. Правильно, вот МЛС идеальный пример для сегодняшней России. Понимаешь, я даже тут видел, допустим, на матч ЦСКА идет огромная диаспора узбекских болельщиков. Из-за Абоссов и Зулаева. Из-за Абоссов и Зулаева. У нас действительно там многие, допустим, национальные представительства действительно заслуживают, чтобы ходить на футбол. Вот Абосс, я считаю, что это прям тоже такой движок для того, чтобы открыть посещаемость для узбекских болельщиков. Я уверен, что огромное количество граждан Узбекистана, которые живут в Москве. Ну, смотрят точно. Смотрят точно. Так продайте им билетики, монетизируйте их. Привлекайте как-то их, да. Мы делали, да, день там восточной кухни, когда плов готовил специально там, как будто под Эбазбека. Ильзат Ахметов, по-моему. Ильзат Ахметов, и, по-моему, там еще когда играл, господи, из головы вылетел в Турцию, которую уехал. А, Зайнудинов. Зайнудинов. Вот такие активности. Я не знаю, блин, ты знаешь, вот мы как-то банально поставили полевую кухню на одном мероприятии, где люди должны были бесплатно приехать, посмотреть новый ЖК. Люди просто пришли, они стояли в очереди, бедолаги с этими тарелками. Это потому что не нужна им эта каша. Это какая-то просто есть активность в этом. Да, в этом есть какая-то активность. Ты хоть приводишь ребенка, ему там рисуют какую-то штучку, и она там довольная, счастливая. У меня дочь, которая на мероприятиях была с самого рождения, но она приходила на детскую ложу ЦСКА, на семейную, и она говорила, я хочу, чтобы мне лошадку на щеке нарисовали. И я как папочка, который, а-а-а, лошадка на щеке, я шел и был готов даже платить за это деньги, хотя это было бесплатно и от клуба. Это какие-то вот такие вот мелкие-мелкие лоскутные одеялки, из которых нам по крошке нужно собирать. И никто не скажет тебе, что мы там расклеили. Я согласен. Одного рецепта точно нет. Расклеили баннеры по всему городу, и у нас все пришли. Я даже тебе больше скажу, что я считаю так, что много когда-то, когда-то, не надо сейчас говорить, что я не выезжаю за ЦСКА, когда-то объездив всю страну, я понимаю, что, допустим, тот рецепт, который в Нижнем работает, может в Казани не сработать. Потому что надо каждый город подбирать под свою там какую-то специфику. Клубы все равно пытаются что-то делать, и тут и Динамо, но они реально много делают. Я просто хочу... Динамо в какие-то периоды много делал. ЦСКА... Людей надо просто привлекать из Костяного мира, привлекать людей. Сейчас очень много футбол. Вот смотри, я когда смотрел когда-то, когда еще был маленький, я смотрел футбол «Спартак». Понимаешь, там Леонов сидит на матче, там Папанов. Ну такие, для меня это легенды. Ширвин ходил на «Торпедо», по-моему, тогда «Торпедовский» был фанат. Просто я считаю, что это всегда было. И я говорю, что клубы должны не забывать эту историю. Что они должны привлекать людей. Сейчас юмористы очень модно. Актеры. Актеры модно такие вот модные. Значит, надо вот эти вот вещи опять возвращать, чтобы просить человека, что там приходи, садись на матчи. Вот ваш сектор. Люди должны прийти, видеть тебя. И вот это тоже должно, еще там один процент соберет. Пирожное там или там булочка вкусная, другой процент соберет. Потому что людей надо покручиться, собирать. Допустим, эксклюзивные моменты. Я видел, да, когда я работал в ЦСКА, я разбирал, что делают зарубежные коллеги. Например, после каждого матча выходил один из футболистов и общался вот именно с ведущим, который на стадионе. То есть ты посмотрел футбол, и ты тут же там услышал комментарии. Те, которые по телеку идут, это отдельно. А тут у тебя вот стоит футболист, который говорит спасибо. Ну, Сила говорит, что после матча многие убегают на такой скорости, что ты никаким образом не... А это задача работы клуба уже. У него же зарплата есть. Она же откуда-то платится. Ну, видишь, у нас, к сожалению... Потому что она не платится вот так. Потому что если бы было понимание, что зарплата футболистов зависит от того, сколько на него придут, по-другому бы работало. И футболисты бы по-другому себя вели. Наверное, скорее всего, ты точно прав. Мне кажется, мы... Тебе нужен какой-то реально эксклюзив всегда иметь на своем стадионе. Вот всегда какую-то классную... Это должно быть местом притяжения. Мы немного по кругу ходим. Да. Давайте финалить. Давай финалить. Костя, я, во-первых, благодарен, что ты поднял телефон. И, во-первых, Севе, то, что он придумал про тебя, напомнил, да. Потом, то, что ты поднял телефон, мы с тобой очень близко сдружились. И я все-таки считаю, что такие люди, как ты, должны быть проводниками футбола в массы. Потому что мы люди, которые зашоренные футболом, нам, в принципе, все равно, сколько людей придет. У нас, там, фанатов, там, сектантов футбольных, ну, нам для себя достаточно. 1,5, судя по... 1,5, ну, для этого, да, этого достаточно, этого 1,5. Хочется, чтобы с твоей помощью, как бы, люди стали, там, ну, еще, чтобы каждый, там, допустим, такой, как ты, привел еще, там, тысячи человек на футбол, это будет круто. Я вообще хочу и желаю, чтобы мне перед каждым уикендом приходили сообщения от моих друзей, которые просят как-то достать билетик на распроданный стадион ЦСКА. Какое такое было в последний раз? Наверное, это была Лига Чемпионов, как раз таки. И то не выходные. Нет, я помню, когда я... Кстати, я тебе могу сказать, Сев, у меня сейчас, у меня такой почаще бывает, чем у Кости, кто билеты просит, но вот матч, который был в Спартак-Динамо, он как будто бы стал возрождаться, и это действительно было очень ажиотажно. И действительно, я увидел, как многие люди парами ходят на такие матчи. Нет, я помню, последний день прям ажиотаж, это Спартак-Динамо, финал Кубка России в Лужниках. Нет, это вообще было шедерно. Это прямо было круто. Значит, есть люди, понимаешь? Кроты сидят, их надо просто как-то вытащить и заставить, потому что они есть. Они же пришли каким-то образом на 70 тысяч на стадион за полдень. Там была большая программа. Ну вот, начинали что-то делать. Спасибо большое. Спасибо огромное, было классно. Увидимся обязательно на матчинг. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!